Ну, у нас сегодня с вами менее приятная тема, чем в прошлый раз. Нет, ну... Потому что портрет тяжело европейцам даётся, но, правда, тут и китаисты понабежали, им-то как раз это всё нормально. Так что не китаисты, не обижайтесь, пожалуйста. И, значит, что можно сказать про портрет? Мы как бы с вами будем бегать по шести векам, последним. И, конечно, за полтора часа мы не будем ни имена художников, я даже вам имена художников не буду называть. Если вам понятно, династия Мин, династия Цин, династия Сон, я думаю, тут всей в аудитории уже подготовлена, чтобы на этом сэкономить просто время. И пока, конечно, никакой авторской или династийной стилистики мы сегодня говорить не будем, мы будем говорить о типологии и ключевых эстетических принципах. вот этого китайского портрета. Портрет в Китае может быть живописный, может быть скульптурный. Много скульптурного портрета было. И вообще-то не очень... Ну, наверное, всё-таки скульптурный портрет был чуть попозже, чем живописный, но всё это достаточно древнее. И портрет очень массовый жанр в Китае. Никакой статистики сделать не получается по количеству сохранившихся портретов, просто потому что много ещё по всяким домам, по частным коллекциям находятся. Но если брать тайбейский гугун, то там портреты императоров и их жен династии Сун Юань дошло 67 вертикальных свитков, 12 альбомов, 2 горизонтальных свитка. То есть очень такая представительная достаточно коллекция. Но портрет, степень сохранности достаточно хуже, чем пейзаж, потому что пейзаж всё-таки коллекционная была вещь. А портреты использовались по назначению, особенно поминальные портреты, поэтому они и разрушались, или дошли в очень плохую сохранность, или просто вообще не доходили. Но что это вид, жанр, вернее, более массовый, безусловно, чем портрет, это, как говорится, реальность. И традиционно в Китае портрет считается под видом жанровой живописи, поэтому своего термина одного, если пейзаж, горы, воды и всё, на все времена, то термина для портрет в Китае единообразного нет, такое наиболее ходовые 7, а так плюс ещё к ним 17. Мы сейчас эти терминологии по портрету не будем заниматься с вами особенно. Единственное, остановимся только на одном, передавать дух, при этом этот дух – это шень, и с этим шень у нас будет, если я правильно рассчитаю время, у нас будет серьёзный разговор. Что же там они должны пить, какой дух, откуда он там взялся, вдруг дух Китая. Что же это такое за рыба этот дух? И займёмся типологией. Это просто такая у нас была картиночка, портрет-заставка из альбомного листа. А что касается типологии, то он может быть портрет стенописной. Это очень древняя форма, потому что стенописный портрет упоминается в текстах начиная с VI века до н.э. Ещё говорится, что Конфуций видел там стенописные портреты первых легендарных правителей Китая. Были портреты на вертикальных свитках, причём размеры этих вертикальных свитков обычно идут где-то 130-150 см, чтобы просто размеры представляли, что это крупноформатные. И горизонтальные есть свитки. Потом есть, конечно, вот и альбомные серии. Вот это Сумская серия. Ну, датируется, пока датируется Сумская альбомная серия. Но они, как правило, сейчас передатируются на более позднее время. Не знаю, Суна это или, может быть, уже ранние мины, кто это знает. Ну, то есть это копия. Это копия-копия, не оригиналы первоначальные. И вот большие альбомные серии, которые уже при ценах делались. Это вот одна из таких альбомов. Там 99 листов и портреты 110 персонажей. Альбомы эти обычно назывались «Альбом выдающихся государственных деятелей», «Какой-то там провинции» и так далее. И размер альбомных этих листов идет где-то в среднем около 30 на 30 сантиметров, но плюс-минус тоже, чтобы вы масштаб представляли. Потому что тут сейчас все большое будет, когда отдельно я буду это показывать, чтобы вас было, чтобы ориентировались в этой разнице. И есть графический портрет. Это то, что во всякие уже издания книжные вставлялось и делалось это в очень большом объеме. Но это, думаю, что почти все вы знаете, это суши, слово живописи трактата. Что касается статуса портретистов, то он был самым разнообразным. Ну, конечно, придворный. Вот работа придворного цинского мастера. Это самые высокопрофессиональные были мастера, которые под контролем двора делали портреты императоров и их ближайшего окружения. Профессионально они были хорошо подготовлены, но они были очень зажаты, конечно, в рамках вот этой госпрограммы. Поэтому и часто мы имеем копии, 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 копии. Поэтому трудно судить об художных достоинствах этого императорских придворного портрета, хотя именно его китайцы и возят на все наши выставки в несметном количестве. И мы, получается, по этим портретам судим о китайском портрете вообще, что часто работают против наших симпатий к китайскому портрету. А это, конечно, неправильно. Были профессионалы-ремесленники. Ну, это здесь первая половина XVIII века, которые работали чаще всего в городской среде и работали на частные заказы достаточно состоятельных людей. То есть они продавали, они работали на заказ, работали за деньги. Поэтому я их называю профессионалы-ремесленники. Были вот так называемые интеллектуалы, которые работали сами для себя. И вот образец этой работы, который ничего не продавали, это все дарилось. Это отдельный слой. Но они, тем не менее, были, конечно, очень высокой техникой владели и были выдающимися мастерами. Кстати, в художном отношении их работы часто наиболее интересны. Ну и были так называемые народные мастера. Вот работа такого народного мастера, которые работали на средние слои населения, на широкую массу. Их продукция была несчетной, потому что, в общем-то, портрет предков имела каждая китайская, но хоть как-либо обеспеченная семья. Это и крестьянские семьи, и ремесленники, и мелкие торговцы. Из последних денег это заказывалось. И, конечно, это такая простенькая, примитивная техника. Часто они были вообще малограмотные. Но вот такой спектр, который обеспечивает весь широчайший диапазон социального статуса портретистов и качества их работ. А это уже как раз сунская стенная роспись, захоронение сунского периода. Ну и здесь совсем все простенько, но тем не менее персонаж супружеской Чинты, который в этом гробнице сохранен, сделан. Художник совсем не грамотный, поэтому, видите, ему так хотелось изобразить какую-то каллиграфию, что такими ручерками примерно так это все сделал. Потому что хотелось приподнять социальный статус и вот этих портретируемых, и его самого. А теперь, что касается вехов, таких кратко очень, вехи истории портрета, это, конечно, по письменным источникам, как я вам сказала, с VI века до нашей эры идет. Может быть, это все было и до того. Это просто есть упоминание. Но я думаю, что все, джоуский период весь, это были, как бы уже можно говорить об портрете. Тем более, что принцип портретности вообще характерен для китайской живописи и для китайской скульптуры, вообще для китайского искусства в целом. Поэтому даже аналитические маски, которые находят там археологи, которые датируют в IV тысячелетии, их в определенной степени тоже можно считать не портретами, но они портретны. Потому что в культуре, которая не знает деления на дух материи, механизмов создания идеальных иконографических стереотипов просто не было. Поэтому историзм и шленики, присущий китайцам с самого их начала, их цивилизации, он обуславливал то, что вся жанровая живопись и портрет в том числе, требовали вот этого, ну хотя бы минимального, а лучше как можно большего портретного сходства к изображаемым персонажам. Но такая пока на сегодняшний день неофициальная версия, что вот как бы подлинное развитие портрет получает в ханьский период, то есть рубежа нашей эры, но, наверное, это все-таки надо эту датировку делать более древней. И где-то до X века статус портрета как жанра, он в китайской традиции был высок, то есть он входил, просто был на первой позиции. Вместе с жанровой живописью он был на первой позиции. Потом, конечно, пейзаж немножко вот это соотношение изменил, не в пользу портрета, как вы понимаете. Но, тем не менее, портрет все равно оставался самым массовым жанром. И вот интерес уже, такой возврат к портрету как к художному явлению, вот он очень усилился в XVII веке и вплоть до, по сей день, и включительно. Этот жанр вызывает интерес. То, что сейчас мы посмотрим, поговорим еще о типологии портрета по его предназначению. Так вот, пока у меня вырисовывается следующая типология, это гробничный портрет. То есть те портреты, которые поделались для того, чтобы быть размещены в гробницах. Вот стенописный я вам показала, Сунский, а это самый ранний, который датируется концом Джанга. И где-то там IV век до н.э. примерно Чуски регион. И найдено вот мужчину верхом на драконе, его так официально обзывают, но верхом, не верхом, тоже, конечно, название еще то. И вот эта женщина, дракон Феникс, тоже гробничный вещь. То есть это китайские исследователи, их уже говорят о портретности этих изображений. И действительно тут различия в трактовке вот этих профилей, они действительно убеждают в том, что здесь присутствуют портретные черты людей, которые были похоронены, но и вместе с этими вот лоскутами. Размер-то такой 31 на 22, 37 на 28, такие на тканях изображения. Смысл нам непонятен и нечего нам тут фантазировать лишнего. Там борьба добра и злой и прочее, это не надо нам. Такие вещи. Важно, что они одеты по моде своего времени и имеют черты, похожие на хозяев этих захоронений. Ну и самый такой классический пример, это такой покров на гроб из захоронения госпожи Дай к захоронению номера 1 в Андуе. Вот в центральной части, мы сейчас эту часть посмотрим. Значит, сама эта, хозяйка этого захоронения представлена с палочкой, с горбленькой. И тут уже, это действительно портрет, потому что обследование ее останков, которые изумительно сохранились хорошо, показывает, что да, у нее там было заболевание коленного сустава, поэтому она с палочкой, да, у нее там был какой-то там тульниоса. Я могу сейчас спутать. Ну, по типу остеохондрозов что-то с позвоночником. То есть действительно здесь ее реальные черты присутствуют. И к упоминальным портретам следующая предыстория. Для Китая характерен вот этот культ родовой преемственности. Обратите внимание, это не заупокойный культ, как в Египте, а это культ родовой преемственности. Особенно на протяжении пяти поколений, четко, так сказать, удерживаемый в традиции. И эта родовая преемственность, она удерживается ради благополучия будущих поколений. То есть это не выход за пределы этой реальной жизни, это наоборот способ покрепче зацепиться в этой жизни, здесь, сейчас, и процветать именно этому конкретному клану, который все эти обряды поминальные осуществляет. И все эти обряды поминальные изначально делались вокруг этих табличек, вот они из разного фасона, эти таблички, которые выставили, и с именами усопших, они вот тут в таких киоцах, их несколько штук выставлялось. И вот они могли быть и такого варианта, и мужские, и женские. Ну и вот эта картинка, которую я в прошлый раз показывала, где мы видим массу этих табличек, несчетное количество, мы видим живописный портрет и видим скульптурный портрет родоначальника вот этого какого-то клана. И вот появление портрета наряду с этими табличками, оно подтверждается текстами, начиная с X века. Это не значит, что именно в X веке все это началось. Мы все в отношении Китая должны понимать, что если это с X века в текстах, то значит, ну там несколько веков, 5, 6, 8, можно накинуть совершенно смело на то, что это было просто в ходу, но в тексты не попадало. Ну кто его знает, как именно это происходило. Появляются так называемые залы теней, то есть семейные поминальные залы, где вот это все поминальные обряды происходили. И в этих залах теней, помимо табличек, в начале, понимаете, началось использование портретов, естественно, при дворе. Это были императорские портреты. И при династии Северная Сун вот эта практика была официально утверждена, когда строились не моления, а просто павильоны. И таких павильонах вокруг Северсунской столицы было 20 штук отстроено, где вывешивались портреты императора и императрицы, и перед ними проходили вот такие всякие почетные службы. И часто это были прижизненные портреты. То есть еще император как бы действующий был. И вот эти портреты императоров с супругами часто помещались в отдельно отстраиваемых павильонах при буддийских монастырях. И там монахи уже старались молить о здравии и долголетии правящей Читы. И я знаю, что при монастырях эта практика была по текстам с династии Там. Где-то она начинается. С 16, с начала, с самого начала XV века, а именно в 1403 году, вот эти поминальные обряды императорских родственников из семейного узкого круга придворного, они становятся такими официальными, широко проводимыми. И в них вот уже все идет вместе. И табличка, и портрет, и там еще есть специальные именные печати усопшего отца и матери правящего императора. Там все это помещается. Сейчас, как мы видите по этим фотографиям, вот фотография, она подвытеснила, конечно, поминальный портрет из поминальной практики в китайских семьях. Но это неизбежно, естественно, вещь. Но сами эти поминальные обряды, они, конечно, неуничтожимы. Просто они трансформируются, как-то, может быть, сокращаются, упрощаются, но не особо-то. Кто побогаче, они все делают по полной программе. И на этом не экономят, потому что поминальная практика обеспечивает успех клану. Предки же помогут. Они же не аннигилированы еще. Почему пять поколений? Считать, что пять поколений комплекс энергетической души Хоньпо не аннигилируются. Если их поминать, если их подкармливать, если им денежки переводить, можно по телефону. Сейчас служба такая, услуга есть на айфонах китайских. Деньги нужны в Китае всюду. На этом свете, на том чем более. Поэтому тут все серьезно у них поставлено. И вот портретируемый – это минский портрет. Обычно дается для поминальной, если пишется специально поминальный портрет, дается в том возрасте, в каком он уже… Ну, понятно, что человек скоро уйдет из жизни. То есть это, как правило, пожилые люди в канун смерти. И вот эти поминальные портреты художники обычно не подписывают и печати на них свои не ставят. Особенно императорские. Это категорически было запрещено. И вот это поминальный портрет Цинский. И, как вы видите, мне нравится, это еще фотография, вот выставка, но как не… То есть это на уровне рефлекса идет. Отдать дань уважения такому поминальному тоже портрету. И были официальные прижизненные портреты императоров, то есть которые еще делались не для поминальных обрядов, а выполняли функцию, ну как у нас, портреты генсеков и президентов в кабинетах всех начальников, да, всех уровней. И они вешались, вот император правит вешается, там президент сменился, меняем картинку по этому принципу. Поэтому делали их, конечно, естественно, только придворные мастера под стражейшим контролем двора. И они… какой-то один мастер делал портрет. Ну, в данном случае это я просто показываю сунский портрет Тай Цзу императора. И вот дальше остальные портретисты их несметное количество раскопировали, и это раздавалось по домам сановников, чтобы у них это все висело, и чтобы они оказывали этим портретам уважение. Вот в этих официальных портретах, потом эти прижизненные портреты могли использоваться и как поминальные. Но делались они изначально при жизни правителя. Но поскольку это копии, 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 непонятно, какого уже колена реплика, то, конечно, персонажи на них выглядят очень маловыразительно. Они технически выполнены, безукоризненно, поскольку это кисти придворных мастеров, у которых техника была на высоте, на высочайшем уровне. Но какой-то художной большой ценности эти портреты не представляют по очень всем нам понятной причине. Но в ранних портретах до начала XVI века были фолны пустые. Видите, трон, кресло, причем есть мнение специалистов, кто занимается китайскими портретами, что троны соответствовали эпохе, даже, может быть, конкретные троны изображались. То есть это все достоверно может быть, может быть достоверно. Такая гипотеза, по крайней мере, есть. А в начале XVI века под влиянием портретов тибетских лам, с которыми позднеминские императоры очень активно общались, появляются ковры. Во-первых, портреты становятся фасовые, и ранее это трехчетвертные были. Портреты императора ранее были только трехчетвертные, теперь они фасовые портреты, поскольку это, опять-таки, влияние тибетской иконографии, буддийской иконографии. Мне, честно говоря, эти ковры вызывают большое недоумение, хотя там, конечно, есть влияние орнаме, мандал буддийских, и эта идея правителя как Чикарвартина, она, видимо, очень привлекла слабейших минских императоров, позднеминских императоров, которые с трудом удерживали власть. И это, понимаете, вот такой возникает сразу визуальный конфликт плоскости, вот этой орнаментированной плоскостности с пространственностью, традиционной пространственностью китайского портрета. Здесь это есть несуразность вот такая, и она, конечно, закрепилась уже при Манжуре. Это Канси у нас. Здесь, конечно, всё печально. Вот это декоративизм, яркость, пестрота, но здесь с элементами западной перспективы, что совсем уже полный абсурд стилистический был. Ну что делать? На, пускай пока это будет картинка. И ещё один тип портрета – это неофициальные прижизненные портреты императоров, но и членов, кстати, императорской фамилии, для непубличных нужд, только внутри императорской семьи. Это-то парадные, в облачении, и всё. А там владыка мог быть в чём-то приватном. И я вам один такой, даже два, потом покажу. По текстам известно, что в X веке один портретист Тай Зу нарисовал, владыка только вернулся из дальнего сада, где-то любовался весенними цветами. Ну, частный такой образ. Я думаю, что эти портреты были интересны. Во-первых, они не так тиражировались, копировались, значит, там как-то и портретист явно видел в лицо портретируемого, что очень, конечно, важно. При цинах в моду вошли костюмированные портреты, которые допускались, где император или член его семьи в различных повседневной одежды, дорожной одежды, какой-нибудь архаический китайский костюм, что называется, музейного вида, или какие-нибудь национальные одежды. Даже маньчжурские императоры иногда ределись в одежде нацменьшинств, которые ходили в состав империи. Но это была только вот такая игра внутри императорского дома. Конечно, было масса вот таких историко-дидактических портретов, как их назвать, исторические, они же и дидактические, кто их как из специалистов. А я через дефис, историко-дидактические. То есть это для энциклопедии, для монументальных росписей. Тут, конечно, работает конфуцианская идеология по полной программе. Но это самый знаменитый вариант патриота императоров различных эпох Ель-Ли-Бене. Это копия, 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 оригинал VII века. И там были 13 правителей со II века до н.э. по VII век. Вот 13 таких. Естественно, правители II века до н.э. Художник VII века, как говорится, имел очень приблизительное понимание того, как они выглядели. Но это была традиция, очень устойчивая традиция таких историко-дидактических портретов. И, например, в XVIII веке было составлено аж два альбома с 44 поясными портретами правителей от Фуси до Юнджена. То есть он первой четверти XVIII века. Вот так сразу всех в линейку. Художник Яо Ваньхань был. Важно, что авторы трактатов упоминают то, что вот эти портреты требовалось изображать и славные, и дурные дела прежних императоров. Вот я дорого дала, чтобы посмотреть изображение дурных дел, дурных императоров. Но пока что-то вот нет такой картинки, а очень бы хотелось. А он упоминает об этих дурных всяких качествах, которые должен художник. Это заказывалось двором, чтобы сам император заказывал всех вот этих предшествующих изобразить, и вот те, которые были плохими, в назидание. Они так и пишут, что распорядились разместить эти портреты на четырёх стенах дворцов. Неудачные императоры, предостережение. Вот как их там изображали? Это, конечно, было бы интересно посмотреть. Но копии, вот эти вещи, понимаете, как-то почему-то в копиях пока не дошли. Но может быть, что-нибудь и всплывёт, или какое-нибудь археологическое открытие что-нибудь даст, не знаю. Были политические портреты, так называемые... То есть в эту группу политических портретов я включаю дипломатические портреты, потому что с Суны идёт эта традиция. Для дипломатического обмена заказывались портреты действующих императоров и их отцов. И эти два портрета, действующий император и его отец, отсылались в сторону переговоров, и противоположная сторона обязана была предоставить аналогичный своих правителей. Я думаю, что соседи Китая не все были способны выполнить такое условие, такого обмена, но всё-таки китайцы выставляли такое требование, что это вы давайте. Мы же вам высылоем добык портрета. Это подтягивало, конечно, соседей Китая, но я думаю, корейцы без труда с этим справлялись. Я думаю, что у всех остальных... Ну, может быть, вьетнамцы ещё хорошо справлялись. У всех остальных с этим были большие проблемы. И были портреты, так называемые, дискредитирующие портреты. Ну, вот эта знаменитая «Ночная пирушка» Ханси Цзая, где он изображён в таком непристойном виде, там, со всякими певичками. Как правило, на эти дискредитирующие портреты художники посылались тайно, анонимно. Они должны были всё подсмотреть, потом прийти и зарисовать, и такой живописный донос предоставить. Очень часто это были портреты каких-то или генералов. Вот ещё известный случай, когда люди платились... Известный очень генерал Южно-Танской армии поплатился своей жизнью за то, что вот и его портрет использовали и оболгали его, что он его подарил, знак того, что он вступает в тайные переговоры с противником своего там правителя. И правитель, естественно, этого генерала казнил. Генерал был главной военной, как говорится, главной болью того, кто эту интригу затеял. И таким образом он этого генерала очень оперативно устранил. Но портрет-то делал как раз вот тоже так конспиративно посланный художник от двора. Такие интриги тоже были. И были культовые портреты, то есть это вера учителя, ну, буддийские или даосские. И они предназначались для храмов или даже для частных резиденций, если, так сказать, кто-то был сторонником какого-то вера учителя. И вот эти портреты чайских наставников – это очень хороший портрет, который затеялся 1238 годом. Его размер 123 на 55. Это вертикальный свиток. Портрет чайского настоятеля у Джунь Шефаня. И это явно натурный портрет, с натуры сделанный. Поэтому образ раскрыт. Но что интересно, что образ этого чайского наставника, его содержание этого образа мало чем отличается от образа китайского интеллектуала в целом. То есть здесь нет никаких особых примет святости. И это специфика Китая, которая, опять-таки, не знает деления на дух и материю, поэтому что чайский настоятель, а они все были люди, ну, как говорится, большого ума. Если не все были эрудитами, ну, многие были эрудитами. Поэтому он, если убрать его, переодеть его в обычный китайский халат, то он и будет выглядеть, как нормальный китайский ученый. Но, к сожалению, таких портретов мало дошло, потому что они, опять-таки, очень активно эксплуатировались в монастырях, в процессе службы вывешивались в храмах и быстро приходили в негодность. И вот мы чаще всего, то, что мы видим и в музеях, и в альбомах, и на выставки привозятся, это вот такие очень уже отдаленные портреты. В данном случае это минский портрет чайского настоятеля, который жил в первой половине XI века. То есть портрет XVI века. И, конечно же, художник ориентировался, скорее всего, на скульптурный портрет. Вот этого чайского наставника первой половины XI века. И поэтому он пустой совсем. Понимаете, он так резко отличается от предыдущего. Тут не надо торопиться какие-то стилистические выводы строить, что вот китайский портрет, он так-то и так-то пореволюционировал. Теперь всё надо разобраться, с каким типом памятника мы имеем дело. С оригиналом. Художник видел или не видел. Очень немалые личности портретируемые, видимо, может быть, на гравюры ориентировался, может быть, на скульптуру, может, на то и другое. И в итоге мы видим вот такие, ну, как бы пустые портреты, я их называю, неживые портреты. И последний, как бы, ещё тип портрета, это, конечно, донаторы. Это в основном буддийские храмы. Ну, это вот Магао. И здесь, видите, внизу вот это целая галерея маленьких персонажей, это всё донаторы. И каждый почти пещерный храм вот этот буддийский, он имеет этих донаторов. И уже в тангский период они становятся уж совсем такие портретные, конкретные, потому что, ну, кто деньги платит, тот и хочет себя там видеть. Это же понятно дело. И поэтому и на свитках вот тоже донаторы. Это, опять-таки, массовая продукция и на свитках, и в стенописи. Что касается гендерной типологии портретов, ну, конечно, мужские портреты, они, конечно, преобладали, но, тем не менее, то, что касается поминальных портретов, там портрет матери был обязателен. Женские члены рода, поэтому тут женщины и мужчины в поминальных портретах, они на равных идут практически. И традиционные китайские портреты – это перезворные красавицы. Ну, это у нас юани, вот монгольские красотки. Это альбом, формат альбома, альбомного листа «Разворот». А так, вот, и, конечно, были вот эти иллюстрации к всяким жизнеописаниям выдающихся женщин, которые себя этически прославили. Это к такой женский… Нет, это к этому памятник не относится, то, что видите на экране. Это в основном гукайджи, копии, 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 с которыми мы все имеем иллюстрации к разделу «Гуманные и просвещенные». Известный его свиток, я уж просто не стала его оставлять, он так всем уже надоел, копии очень некачественные. А вот чтобы женский портрет такой бытовой, он редко, и в основном он уже в цинское время, и даже после XVII века. И даже тогда он достаточно редкая вещь. Вот такой бы, это XVIII, это XIX век. Вот уже, ну, это совсем уже поздний XIX век. Чтобы вот, как бы, частная жизнь женщин не как матери этого родового древа, а как просто ценность самой по себе в своей частной жизни. Это для Китая мало характерно. И детского портрета в Китае практически нет. Совсем нет. Он может быть только вместе со взрослыми. И то очень редко, и то в поздний период. Хотя детская тема есть. Там детишки играют, это всё есть. И в живописи, и в статуэточках в Сунских это всё имеет место. Но это не портреты. А чтобы это именно был детский портрет, вот это как бы в Китае развитие не имело. Теперь позвоночные портреты. Могут быть портрет в кресле, это мины. Портрет стоян, это у нас сцены. Портрет погрудный, очень тоже популярный. Это минский портрет, но смонтированный в виде вертикального свитка. То есть, скорее всего, это был какой-то альбомный вариант, а его потом перемонтировали в вертикальный свиток. А, любимейший мой тем портрет лёжа. Ой, хорошо, с книжечкой на кушеточке было гадать. Да, очень любили, очень любили. И дошли такие портреты лёжа с юаньского периода. Это как раз начало XVIII века. Есть портрет за любимым занятием. Ну, тут, в данном случае, как пример, я взяла XVIII век. Есть портреты одиночные с элементами пейзажа. Это мины. Вот, и здесь уже поближе. Вот, посмотрите, чтобы вы поверили, что это именно портрет. Это так и есть. И тут и авторы. И был редкий достаточно жанр портрет в портрете. Или двойной портрет. Это свиток, это альбомный лист, я говорила. Это альбомный лист, который вначале датировался южными сонами, а сейчас передатировано на начало мин. Минского периода, значит, где-то конец, начало XV века. Ну, и реплику вот этого вы все видели. Сюда китайцы привозили вот этот портрет Циань Луна, который является как бы репликой вот того предыдущего портрета. Почему-то его перевели один или двое. Где они взяли или, я не понимаю. В названии этого портрета для китаистов тут же всё вам ясно написано. Есть один, есть два. Поэтому один есть дважды. Если как бы... Ну, где-то вот перевод должен вокруг этого крутиться. Вот. Чтобы у нас не выходило Адвайта. Для этого портрета это слишком будет через чу. Вот. И были групповые портреты. Для кланов характерны вот такие очередность предков. Причём старшие поколения наверху. Основатели кланов верхние. И дальше внизу идёт вот по мере, так сказать, следующих поколений. Потому что время в Китае течёт сверху вниз. И наш перевод «глубокая древность» на китайском звучит как «высокая древность». И я всячески правлю у своих студентов. Не пишите мне «глубокая древность». Мы не археологи. Всё-таки время, если идёт сверху, то онтологию времени надо отражать высокое, а не неглубокое. Понимаете? Это совсем другое восприятие. И они очень большие, вот эти групповые. Они бывают под два метра. У нас в Новосибирском музее есть несколько таких портретов. Я их видела в реставрационном центре Горбаря. Их туда привезли два гигантских. Там высота два метра, ширина там больше метра. И он, должно сказать, производит сильное впечатление. Вот это ощущение сплочённости китайского клана. Оно просто давит. И при том, что здесь плохо видно, но у каждого своё лицо. И у каждой красотки свои серёжки. Они не все одинаковые. Понимаете? Это нам сейчас они кажутся как солдаты в униформе. Это не так. И очень чуткий принцип портретности. Потом портрет в саду, в кругу друзей. Это как бы Минский. Это Цинский. Учёные. Это, как правило, горизонтальные свитки. Достаточно большие бывают. Большой бывает длины. Но ещё есть портрет в кругу семьи. Он обо того учёного показывал. Теперь типология по ракурсам изображения. Вот эта схема китайская из трактата. И здесь мы видим различные ракурсы. И со спины. И китайцы знают портрет со спины. Но важно то, что вот здесь вот эта стенная драпировка, которая датируется вторым веком до нашей эры. Из-за хранения номер три в Мавандуе. И размер 94 на 212. Цена крупная. И здесь мы видим, во-первых, портрет. Вот он, хозяин гробницы. Все ранние портреты, хозяин, они профильные. Та же, как вот эта дама, останки, которые там дошли с палочкой. Тоже она в профиль даётся. Но здесь мы видим целую шеренгу людей, изображённых в фаз. Здесь разнообразнейшие профили. А здесь, извините, всё с затылка. И поэтому я не признаю вот это утверждение, что изображение человека с затылка пришло в связи с буддийской иконографией из Индии. Извините, второй век до нашей эры ещё пока буддизма на горизонте особо-то и нет. Реально. Это просто не соответствовало их культурной программе. Тут всегда надо исходить из соответствия вашей гипотезы общим принципам развития культуры и пластической парадигмы. Это соответствует или нет? Это вообще могло быть, чтобы этого не было? Или не могло быть, чтобы этого не было? Здесь имеет... Поэтому вот этот портрет в профиле... Портретирую, вернее, может быть, в профиле. Это самая древняя форма. Портрет... Вот тоже ещё... Это там был у нас минский, это цинский портрет. Портрет трёхчетвертной – это то, что датируется сонами. И фасовый портрет – это мины. Альбомная серия из 12 портретов. Альбом 12 чиновников из династии Мин. И есть портрет со спины, но это знаменитый портрет Ван Вэя, где его только не воспроизводят. И так далее. Теперь типология портретов по практике создания. Но портреты писались натурой. Делались наброски. Всегда портретируемый сидел терпеливо. И поэтому всех так удивлял известный теоретик китайской живописи Се Хэ, вот «Шесть законов живописи Се Хэ», что он у него обладал такой феноменальной зрительной памяти, что он не мучил портретируемого, он в него смотрел, а дальше настолько запоминал, что дальше по памяти делал его портрет с точностью до волосков, до каких-то пятен, родимых на лице. И его способность высоко ценилась. Для мемориальных целей была так называемая практика портрета на гроб. Если так получалось, что не было прижизненного портрета человека, то когда гроб еще оставался в доме, приглашался художник, ему там стояли лесенку, поперек кололи дощечку у гроба, и он прямо делал такую зарисовку умершего, а его задача была потом изобразить его яко-живого. Это не как у Матвеева Петр в гробу, это категорически запрещалось, потому что это мемориальный молильный портрет, то ушедший человек должен был выглядеть максимально живым. Если по каким-то причинам не удавалось сделать и этого, семье не получалось, тогда уже задним числом, спустя какое-то количество лет, опять приглашали, как деньги в складчу набирались, приглашали художника, и ему рассказывали, как выглядел портрет того, кого они хотели заказать портрет. Родственники собирались, и ему, показывая пальцем на каждую из них, говорю, смотри, нос был как у этого, уши как у этого, подбородок как у этого, по родственникам портретов. Он делал энное количество этюдов таких, и родственники их правили, 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 до тех пор, пока клан не приходил к согласию, что вот сходство достигнуто. И тогда делался портрет. И здесь я вам показываю Минский, такой семейный портрет, основатель этого клана Джоу. Вот он наверху. И, конечно, скорее всего, а дальше идут все родня там. Когда мы видим вот такой портрет, это, наверное, он делал то ли по родственникам, то ли как-то еще, явно он человека в лицо не видел. Это всегда чувствуется, что это некая такая вот схема подобная. А ниже там вот эта, значит, пожилая дама. Здесь не исключено, что он ее и застал еще как-то при жизни или как-то ее, во всяком случае, ему ее описать. Потому что пять поколений, пойди помни, какой у человека был характер. Но вообще китайцы помнят. Да, это у нас мы уже про дедушку ничего сказать не можем своего. А тут они запросто это делали. Но вот здесь мы видим, что она как-то более живо представлена. Хотя это делал народный мастер. Это даже не профессиональный такой. Это именно народный мастер. И вот делались автопортреты в зеркале. Раздел автопортретов был. И вот вам вариант уже такого, уже позднего автопортрета. Но дело в том, что по трактатам мы знаем, что автопортреты делали корифеи 4 века. Поэтому традиция автопортретов достоверно идет с 4 века. Поэтому говорить, что это только 19 век, что это только шанхайская школа живописи. Нет, это старая китайская традиция вот этих автопортретов зеркала. И, конечно, были вот эти портреты буддийских проповедников. И они вот чаще всего были вот эти копийные, когда художник объединял несколько версий, которые существовали. Потому что, например, это буддийский проповедник, который жил в начале 4 века, а писал работу художника 16 века. Тут между ними, извините, 12 веков. На что ему было ориентироваться? Значит, на какие-то гравюры, копии, может быть, скульптурные реплики, которые делали, скорее всего, тоже эти скульптурные изображения этого проповедника, может быть, тоже по гравюрам. Поэтому образ получается такой совершенно отстранённый, неживой. Но не факт, что форма носа, подбородка, губ и бровей не соответствовала оригиналу. Тут мы не можем это... Понимаете, это не обязательно выдумки. И мы поговорим, почему это не обязательно выдумки, потому что в Китае была физиогномика и так далее. А вот выдумки – это вот эти воображаемые портреты. Кто же, конечно, это Конфуции, это Май Юай. Но как выглядел, Конфуция никак, мы не знаем. Это Лао Цзи тоже тут. Это уже такие портреты фантазии, но они, портреты фантазии, к самым таким древним мудрецам относятся, к таким, как Конфуции, как Лао Цзи. Что интересно, это изображение любимого китайцами Джун Куя, который всякую нечисть выгоняет из домов. И он здесь вот такой хорошенький бесик, которого он так лупит вовсю. Это работа XIX века. Так вот, это так называемые иконографические портреты. Поскольку нет деления на дух и материю, то объяснить, например, китайской аспирантке, что не надо писать портрет Будды, ну не надо. А она не понимает, почему не надо. Потому что у них всё это называется портретом. Понимаете? Вот этот Джун Куй – это тоже портрет. Всё портрет в Китае. И Гуанинь портрет, и Бодхисатва Манджошири – всё портрет идёт, понимаете? И они по-своему правы. Для них это портрет. Поэтому то, что я там бодаюсь, это я просто как бы редакторски бодаюсь. А по сути более, в общем, права-то. Это китайская аспирантка, которая говорит, что портрет Будды. Он был Будды, был. Это исторический персонаж, исторический. Почему не может быть его портрет? Они так восприняли индийскую иконографию. Вот тут провалился буддизм в Китае, вернее, индийская иконография. На чём она провалилась в Китае? Что они восприняли иконографическую условность как изображение, как портретность. Они не понимают вот эту условность иконографического языка. Они и изображение Христа тоже так воспринимают. Вот он такой, такая борода была. А не то, что это наши иконографические фантазии или теологические какие-то соображения. Вот китайцы вот это не понимают. И объяснить невозможно. Объяснить можно человеку другой культуры лишь только то, что уже есть в его культуре. И тут хоть расшибись. Значит, теперь о физиогномике. Нет, о начале трактатов. Трактатов к портрету около 10. Вообще 10 вот у Яны список себе составила. Для Китая это просто капля в море. Это очень мало, всего 10 портретов. Почему их мало? Сами же китайцы объясняют. Потому что есть физиогномики, трактаты по физиогномике. Что приятно удивляет, и за что мы можем гордиться, что из этих 10 трактатов 6 переведены на русский. Нам бы такие цифры, да про пейзаж. Но там 700 наименований трактатов, так что мы не скоро еще приблизимся к этому результату. И там этого всего много. Так вот, что это физиогномика, что все утверждают из суши, что портретное искусство и физиогномика – это одно и то же. Поэтому, собственно, трактатов почему мало? Потому что есть трактаты по физиогномике. Трактаты по физиогномике на западном языке не переведены. И я не думаю, что это скоро произойдет, потому что мы не были месса, мы в этом не понимаем. И в данном случае в трактатах этих может исследоваться до 300 признаков только для головы. Мы это просто не видим. Вот такой разработанный язык визуальной психосемиотики. Причем основные позиции этой визуальной психосемиотики китайцы знали просто как мы таблицу умножения. Это было такое общее поле знаний, которое позволяет им очень легко ориентироваться в людях. Они не только хорошо по ним разбираются друг в друге, но и в нас, в высоконосых. Да, это неприятное ощущение, когда ты понимаешь, что этот мангало от тебя сечет, как орех. Очень неприятное ощущение. Но это результат вот этих физиогномических всех их навыков, студий и способностью запоминать и различать форму. Но это воспитанный эроглифик. Зрительная память, умение различать мелкие детали, которые мы просто не видим, даже глядя в зеркало, на самих себя. Поэтому интересная особенность вот этой психосемиотики китайской, это что она исходит из того, что форма тела есть форма души. Мы, конечно, это отрицаем, у нас как это, душа это от бога, а тело это от презренной материи. И поэтому никак тело не может быть формой души. Правда, сейчас генетики колеблят, это наше утверждение. Мощно так сотрясают эту позицию нашу, она как-то уже шатается. В Китае всегда портрет был двойником человека. Поэтому нельзя делать, по закону физиогномики, нельзя ничего менять в лице. Нельзя, понимаете, как вот, если там классистический портрет, то панантичность, профиль, да, у Екатерины можно было подтянуть под Афину Палладу, ее профиль там у кого чего, подо что, а если романтический моден, романтический портрет, то будет совсем другой типаж, и так далее, и так далее. То есть мы позволяли нашим портретистам на протяжении западноевропейского портрета историю западноевропейского портрета менять в угоду моде, в угоду вкусу. В Китае это было нельзя делать, потому что это форма души, это форма судьбы. И портрет двойник, и концепция, очень важная для китайского портрета, концепция единотелесности вселенной. Единое тело. Это Ити, единое тело. Вся вселенная есть единое тело. Сейчас нас бы поддержал астрофизик современный, но только современный, последних 30 лет. Еще 50 лет назад нас бы не очень поняли. У нас бы уже говорили, что это ваши китайцы, у них архаические, псевдонаучные знания и т.д. Извините. Вот эта единотелесность организмической вселенной, вселенной есть организм. Вся вселенная – это единый организм. Это единое тело. И вот эта физиогномика, она устанавливает еще эти связи и определяет смысловой параметр, смысловую нагрузку китайского портрета, определяет то, как художник видит человека, понимает человека и какое он содержание складывает в образ портретируемого. Значит, типология, черт лица. 39 видов глаз, но у нас уже нет времени с ними разбираться, да я и не специалист по этой части. Но в данном случае последний – это глаз тигра. Они все называются глаз дракона, феникса, обезьян, черепахи, слона, сороки, льва. Вот такие названия идут. Чисто формально, по форме. Так вот, если, например, глаз вот этого тигра, последний слева, то у человека с очами, как у тигра, крутой нрав, горячность и несдержанность поступков, что с юных лет принесет ему неудачу. То есть там такие прописи, в которые китайцы крепко верили все годы. Ну вот, 16 видов ушей, 16 видов ртов, 24 вид носов, 24 вида бровей. Есть, значит, некие формы счастливые, носители счастливых признаков и прогнозов, а есть, значит, плохие глаза, как у тигра. Значит, максимум, что мог себе позволить художник в угоду заказчика вот эти позитивные признаки, но при... акцентировать. Именно акцентировать, но не более того. Это больше ему не позволялось. И вот эта физиогномика китайская обеспечения, она исключает вот такой канон красоты. Вот есть тип лица дракона из схемы, и вот портрет основателя династии Мин Джуэнчжана, который соответствовал этому типу дракона, который как бы в глазах всего китайского общества объяснял, почему он стал императором. Был мужик, а стал императором. Такой китайский пугачок, который стал основателем Минской династии Мин. С точки зрения нашей эстетики, ну не красавец вовсе. То есть не по пропорциям, не по золотому сечению, ничего. Здесь физиогномика задает свои программы. Насколько они научны, псевдонаучны, кто же его знает. У нас еще не тот уровень знания о человеческом лице, формах человеческого лица, чтобы мы могли с каким-то пренебрежением относиться к этой традиции, которая, ну по моим представлениям, ну три тысячи лет как минимум. И если, а у меня опыт с Китая научил, если я по молодости считала, ну держатся всякие, суверия, фу, отброшу. Вот потом приходишь к старости, это уже приходит некое такое отрезвление, и ты понимаешь, что если три тысячи лет эти практичные китайцы этого держали, то и, значит, за этим что-то стоит. Не совсем, значит, нечистые фантазии. Это может быть что-то и примесное такое, что действительно не стоит серьезно воспринимать и абсолютизировать, но что за этим что-то стоит. Я думаю, что на какие-нибудь направления генетики нам это такие междисциплинарные, связанные с психиатрией, с психологией, там, генетические какие-то вещи, они нам какие-то моменты раскроют этого дела. Почему такое лицо обещает такую замечательную карьеру, при том, что красавцем тело это точно не назовешь. И вот эстетика подобий, на которые выстраивается китайская физиогномика, стоит китайская, считывается информация, этих подобий несколько типов. Во-первых, есть иероглифические подобия контура лица. Значит, здесь вот в зависимости от эрольфа, где четко напечатано вот это правитель, вот лицо, где вот эти три горизонтали четко прочитываются, значит, так далее. И все это представлено. И они, когда смотрят на человека, они сразу классифицируют по этим эроглифическим подобиям. Это идет. Четко, это автоматично, но за этим эроглифическим подобием уже стоит какая-то информация о человеке. Насколько она правильна, насколько она неправильна, кто же его знает, но опять-таки говорю, надо как-то осторожнее к этому относиться, нам, исследователям. Не надо так уж оголтелок к этому всему относиться. Теперь есть космогонические подобия. То есть, поскольку весь космос единое тело и единый организм, то на человеческое лицо проецируются все подобия, все онтологические подобия, на которых выстраивается модель конструкции китайского космоса. Прежде всего, это энергия Си, вот это термин Си, который обычно переводится в старых переводах душа, что надо, конечно, переделывать. Это никакой не дух, никакая не сущность, это просто конкретный тип энергии, о которой ничего с вами нормального сказать на сегодняшний день не можем. Но авторы трактатов нам говорят, я уже не буду назвать авторов, просто зачитываю трактат и все. Человек живет, получая энергию вот эту Си, что между небом и землей, то есть вот эта энергия между небом и землей Си дает человеку жизнь. И правила письма должны соответствовать энергии Си, энергия Си должна соответствовать правилам письма в самых разных областях китайской культуре. Когда овладевают правилами, то энергия Си проходит по венам и жилам. Когда овладевают энергией Си, то полярности вот этих иньян вочленяются. Ибо эти полярности иньян и есть полярности этой энергии Си. Давайте договоримся на сегодняшний день, что иньян это не мужское и женское, потому что и в женщине есть и иньян энергия, и мужчине есть иньян это очень грубое. Иначе вы понимаете, такая эротология всюду лезет. Тихий ужас. Надо это закрыть. Это направление. И они все время про это Си говорят. Если в работе кистью достигнута вот это минский портрет общий вид и потом уже лицо достигнуто совершенства, тут циркуляция энергии Си обретается спонтанно. в портрете должна быть циркуляция энергии Си, чтобы портрет был живым. Если как раз делаются эти копийные портреты, которые суммарно делаются, то там, конечно, этого не получается. Кстати, иногда они делали вот эти портреты, а китайцы, если бы, например, от человека доходил только профильный портрет, а надо было фасовый. Вот они из одного профильного делали фас. Естественно, там уже мы видим вот эти скованные непонятно какие физиономии. И там уж, конечно, никакой Си. Здесь, конечно, когда такие живые портреты, то вот этим оно все и отличается. Конечно, вот эти полярности и ньян, это полярности вот этой энергии, просто и на всякий случай. И из этого проистекает вот то, что светотень в китайской живописи вообще и в портрете в частности, она не оптическая, а она онтологизированная, как я их называю, светотень, светотень онтологии ньян, вот этих полярностей. И таким образом мне нравится, как Разумовский, ну наш собственно тоже автор, который переводил трактаты о портрете, пишет, что лицо обнажается, сближает портрет с анатомическим атласом, это я с ним полностью согласна, как бы нет оптической светотени, просто я не буду сейчас зачитывать длинные цитаты, они у меня хотя их подготовлены, но суть этих цитат сводится к следующему, полярностей ян, это пустое, то есть там, где гладкое что-то, это высокое, это выпуклое, это ровное, на лице, в данном случае, и это заполненное, это низкое, это вогнутое, и неровное. Так они прописывают, и поэтому при отсутствии вот этой оптической светотени действительно лицо вот как бы оно делается, ну раскрывается, а получается таким обнаженным, и в данном вот еще тоже варианты, да, и далее у нас идет пускай нет, еще следующее, что еще проецируется на лицо в китайской традиции, это так называемые три остановки, пять частей, то есть триада неба, земля, человек, да, мы в прошлый раз даже, по-моему, на этом говорили, так вот, три вертикальных членения лица, это вот до бровей, это небо, от бровей до кончика носа это вот зона человека, и от кончика носа до кончика подбородка это земля, то есть вот это космологическая мощная триада небо, земля, человек, она имеет свою проекцию и на лице, и это очень органично и законно мерно для вот этой концепции единотелесности. И здесь вот мы тоже на этом лице видим пять горизонтальных членений это вот центральная по носу идет вертикаль, потом от начала глаза до конца вот эти две вертикали и от края глаза до уха еще две, вот получается пять вертикальных таких членений, и эти пять вертикальных членений соответствуют пяти типам энергетических процессов. я вот просто напоминаю еще я обращаю ваше внимание, что это именно типы энергетических процессов вот этой самой пресловутой си, с которой мы не знаем, что делать современная китаистика. Да уж никак не клеится с ней. Так вот, значит, поскольку это тип энергетических процессов, то по законам корреляционных энергетических связей, вот эти пять типов процессов, они соответствуют с различными частями человеческого лица. Вот, например, глаза, это тип процесса дерева, нос, металл, рот, земля, уши, вода, лоб, огонь. И на этом, кстати, работает китайская медицина. Там, где говорят, что работает китайская медицина, я делал шаг назад почтенный, я понимаю, что раз это работает, значит, это объективно. Почему я не могу сказать, почему глаза это дерево, с типом процессов, в глазах идет по типу энергетического процесса дерева, рост, расширение. Дерево это рост, расширение. А тут ничего сказать не могу, не знаю, так и не знаю. Теперь есть еще небесная триада, так называемая. Нет, не три космических начала, небо, земля, человек, а только на небе есть еще своя триада. И это центральная зона лба, середина лба, это называется небесный чертог, а потом левый висок называется Великая Ян, Полярность, Великая Полярность Ян, а значит, соответственно, правый, Великая Великая Полярность Инь. Вот они, три эти чертога. То есть мощнейшие космологические вот эти структуры проектируются на лицо. Почему левая является Яном, правая является Яном, потому что человек обращен лицом на юг, соответственно, вся левая половина Янная, восточная оказывается, вся правая половина западная, а запад это и мы-то лицом на север, надо каждый раз очень хорошо переворачиваться. Когда пишут, делают переводы, всегда переводчики ошибаются западные, потому что они-то лицом на север, а китайцы не говорят право и лево, они вот говорят туда-сюда, восток-запад, и всегда переводчик путает. И приходится, если мне идет направку, приходится править, говорят, вы забыли, что лицом на юг, смотрит. Не забывайте вот это обстоятельство, потому что нормальный, практичный человек, он что, на север, что ли, будет смотреть? С севера деструктивная энергия, холод, всякое безобразие с севера идут, пыль, песок и прочее. Нормальный человек смотрит лицом, сидит лицом на юг, и тогда, соответственно, все это, оно меняется, и в лице это отражается. Далее, астрономические подобия тут все небо идет, потому что один глаз и, соответственно, будет солнце, это будет, соответственно, левый глаз, правый глаз будет луна, а звезда это кончик носа. рот это Меркурий, уши соотносятся с Венерой и Юпитером, брови называются фиолетовым и фиолетово и тси, вот, бей бог мой душ, что это такое? Когда-нибудь узнаем, но пока не предвидится. Левая бровь, холодное облако, правая пестрая заря. И есть схема членения лица по двенадцати дворцам Зодиака, есть схема на шесть светилы и так далее, и так далее. Ну, в общем, это дебри пока для нас абсолютные. Есть ландшафтные подобия, когда на лицо проектируются горы, реки, долины, и здесь схема пяти вершин, вот это южная вершина, это центральная вершина, восточная, западная и северная вершина, пики, то есть то, что выступает. То, что впалое, оно идет как долины, как лощины идет. Поэтому вот эти еще и географические подобия, ландшафтные подобия, которые проецируются на лицо, это тоже есть следствие вот вот этой концепции, что Вселенная есть единое тело. Именно тело, вот все китайцев через тело, все у китайцев через желудок. Главное, что в желудке, в теле, желудок, где происходит переработка всего и выработка энергии. так вот, значит, эта проекция ландшафтная на тело, но в трактатах по пейзажам есть обратная проекция, когда все признаки человеческого тела проецируются на пейзаж. И тут мне совсем плохо и грустно. Да, ибо автор вот трактата там начала XVIII века там, да, и пишет, «Ибо тело энергопотоков гор похоже на человеческий. Как у человека есть формы пост, шагом, стоя, сидя, лёжа, так и у горы имеется форма боковая, фронтальная, запрокинутая. У горы имеются горные ноги, горная поясница, горные плечи, горная голова. И самое трудное, это вот соединение суставов горы, горной головы. Суставы горной головы. Боже мой, какое счастье, что с этим делать. И во всем надо уловить вот эти ши-энергопотоки. То есть здесь, понимаете, не только на человека ландшафт проецируется, но и на ландшафт, на пейзаж проецируется анатомия человека. Все есть единое тело. Как, что с этим делать, пока не понимаю. Но с этой проекцией вот этой, что там, соединение суставов и вот это, сидя, ноги, поясница, где у горы поясница, где у нее плечи, кто же знает. Вот. Но с этим работает фэн-шуй. Вот. Фэн-шуй – это совсем дремучий лес. Вот. Но разбираться-то в конце концов надо. Может быть, за ближайшие 300 лет разберемся. Но думаю, что не раньше. Нет, это я не преувеличиваю. Тут надо смотреть на себя трезво. Так, что делать? Техника письма. Есть тщательная кисть, когда выписываются все детали самым тщательным образом, и бровки, и волосики, и вышивка на рукавчике. Есть техника лапидарной кисти, самый знаменитый этот портрет Либо Лянкая. А есть комбинационные техники, где в пейзаже фон – это минский портрет, а лицо в лапидарной технике, а лицо пишется в технике тщательной кисти. Видите, волосок-колосок. Никаких таких обобщений. И они пишут, что, во-первых, сначала пиши правое, потом левое, в лице и фигуре. То есть, как иероглифы пишутся. То есть, здесь иероглифический вот этот тренинг, он просто фундамент всей живописной техники. Вначале рисую лицо, потом одежду, и вот дальше куча всяких рецептов, чего вначале, чего потом. И, конечно, тушь хозяйка краска гость, тушь следует за кистью, а цвет за тушью. Всякие такие фразы, то есть, в китайской, даже полихромной живописи, тушь, она определяет и задает структуру образа. Есть, конечно, очень важный момент, это социальная символика, костюма, есть костюмы официальные, где это мины, это цины, где каждая деталь орнамента, это как военный костюм, который ранг чиновничий обозначает, а есть костюмы неофициальные, где просто они в халатиках. Но ритмы складок этих халатов, они характеризуют портретируемую, поэтому они всегда разные. И вот к центральной, как бы у нас уже совсем мало времени, давайте сэкономим на вопрос, но все-таки поговорю об этом, о самом главном содержательной категории, это категория шейн. Что должен выразить портретист, ибо портрет называется передача шейн. Вот это решение. Во-первых, человек-то сотворен, значит, как мы уже поняли, не по образу и подобию Божьему, а по образу и подобию всего мироздания, поэтому все на него проецируется. И китайской культуре в целом характерен интерес не к божественному, а до богов вообще-то китайцам не очень-то, понимаете, их это интересует, в отличие от нас и тем более Индии. А их больше всего интересует человек, как он есть, то, с кем каждый день надо сталкиваться и как-то что-то предпринимать. И поскольку нет деления на дух и материю, то все универсалии проявляются только через частности. Нет в пространстве китайской культуры такой зоны ментальной, где можно эти все универсалии вынести в абстрактные категории, отвлеченные категории. Все только конкретно. Вот это так же, как концепция единая, вот это китайский иероглиф единичка, горизонтальная черточка, один, но он же и единый. Значит, одна штука чего-нибудь, и категория единая. Это все одно понятие, и это принципиальная позиция китайской культуры. Нету, значит, вот таких абстрактных категорий, нету абстрактных иконографий, которые в эти категории нам символизировали. А все натуралистично, все конкретно. И вот с этой категории шэнь куча проблем. Вот иероглиф этот шэнь, но китайцы тут поймут, значит, это с небесных высот идут и спускаются потоки энергии. И с небес нам спускается такая веревка руками высших сил, за которую мы должны схватиться и следовать. Это образ чистых энергий, чистая ТСИ, режим чистой ТСИ. Это сфера информации, которая к нам приходит из астрологических программ. Тут китайская астрология, и будем забывать ее. И она очень властно тоже работает с китайским портретом. Понимаете, вот в силу китайской физиогномики, которую традиционно китайцы очень хорошо понимал, он глядя на портрет уже мог считать о человеке очень много. Даже художнику не надо было создавать особый образ, свою интерпретацию портретировал. Он изобразил правильно нос, изобразил правильно брови, изобразил правильно рот. Все, информация о человеке считывается, что он из себя представлял, какой у него характер. Зрителю уже было понятно, художнику не надо было тут не выводить портретировал на какую-то самую исповедь перед зрителем. Уже само его лицо, все его обнажало, всю его душу, в нашем понимании. Так что же нам с этой категорией шень? Вот ее обычное написание. И это портрет у нас XIV века. Вот лицо. Значит, задача портретиста передать, выразить вот эту шею. Когда мне шею, могу сказать на эту тему печальную, когда мне было 25 лет, я думала, что я, конечно, я знаю, что такое шею. Как я могу это не знать? Сейчас в 66 лет я понимаю, что ничего это я не знаю. И совершенно я не понимаю эту категорию. Поэтому я не берусь вам сейчас ее объяснять. Я берусь обозначить вам проблематику. Потому что знание своего незнания для китаистики – очень здоровый процесс. Я могу сказать, самый здоровый для китаистики процесс – остановиться и отдать себе отчет. А ты на самом-то деле понимаешь, что ты так хлопочешь, что ты пишешь-то. И не доверять даже словарям, таким самым авторитетным, потому что они писались давно. Они писались давно. Значит, это вот шею. Во-первых, это высшая классификационная категория. В Китае там такие три основные категории классификационные, по которым мастеров классифицируют, произведения классифицируют, самые благодающиеся. Это вот шею, переводим как божественные и так далее. Что мы можем понять из Шейн? Он Шейн, читая трактаты по портрету. Но мы все время должны понимать, что Шейн – это не авраамический дух, не библейский, который универсален. Шейн по трактатам – это только индивидуальное какое-то качество. И оно не может быть универсальным. Значит, у нас уже авраамический дух, а переводим Шейн как дух. Уже закрывается автоматом. Потому что пишут, люди всей Поднебесной бывают внешне похожими, а Шейн их очень различный. Шейн у каждого человека своя, не похожа на других. И проявления ее различные. Шейн имеет энергетику. В трактатистике Гукайжи говорится о Шейн-Си. Вот этот Си энергетик. Значит, Шейн, что она материальна. Си – это энергия. Значит, Шейн материально. Имеет материальный параметр. Раз она имеет свою энергетику, значит, это материальная категория. Она проявляется, эта Шейн, посредством формы. Об этом пишут почти все авторы. Передать надо посредством формы запечатлеть вот это Шейн. Через форму. Вы сделали форму, Шейн проявилась. Мы же не можем так сказать даже про нашу иконографию. Выполнил иконографию, у тебя автоматом дух святой проявился. Ты еще должен быть Андреем Рублем, чтобы у тебя этот дух проявился. Ты должен еще столько намолить всего, чтобы этот дух проявился. Иконографию у тебя пошел. А так будет просто пустышка. Здесь железная вера в то, что если форма не разработана, то Шейн не выявлена. Вот Жиль пишет. Далее. Шейн еще, что забавно, имеет полярности. Она может иметь янную полярность. Как правило, янную. Шейн может выражать не только глаза, но и кончик носа. Такой Шейн на кончике носа. Прости, Господи. А еще очень вредная вещь. Шейн не постоянно в человеке. Оно может пронзать человека. Когда Шейн пронизывает человека, то человек существует во мне, а я владею методом. Тогда спонтанно каждый замазкистит и даст сходство. Человек должен пропустить сквозь себя это Шейн, свое же, собственное, индивидуальное. Так-то и одно не проявлено. Потому что Шейн, оказывается, у пожилого человека может быть неглубоким. А может быть глубоким, может быть неглубоким. Может, так про дух не скажем. И поэтому тут куча всяких проблем. Самое интересное еще, что Шейн постигается медитативно, спонтанно и мгновенно. Например, пишут, наблюдай Шейн человека, как птицу, промелькнувшую перед глазами. Чем короче миг, тем полнее выявится Шейн. Вот так. Вот так вам, нам всем. И здесь поэтому еще Шейн передается штрихуами, цунями. И только цунями. А вот размывами передается циркуляция энергии Си. Вот такая интересная специализация по технике, само создание портрета. Потому что такой цунь выявляет Шейн. То есть то, что дает эту форму. А вот Минский тоже портрет хороший. Но самая-то еще засада китайская в чем? Что Шейн присуще всему. Оно присуще пейзажу. И об этом пишет Шитау. Много в беседах о живописи монаха «Горькая тыква». И у него есть совершенно термин, который меня убивает. Значит, горы и воды конденсируют Шейн. Конденсат Шейн. Вот этот термин – конденсат. Нин. Очень излюбленный термин в китайских трактатах по каллиграфии и по живописи. Значит, его еще надо, эта Шейн, запустить конденсат. Он должен собраться. Откуда-то он должен к вам прийти, вот этот Шейн. И когда он сконденсирован, дальше вы его выражаете. Он пишет, «Я придерживаюсь единой черты, вот почему способен проникнуть в форму Шейн-пейзажа». Горь в оттубеж. Поэтому что тут сказать? Значит, Шейн индивидуально, а не универсально, материально, имеет полярность синьян, имеет четкую привязку к конкретной форме, лица или горы, неважно. постигается медитативно и мгновенно. И вот какой-то этот, присутствует не всегда, его нужно ввести в режим этого конденсата, сбора, его надо собрать, это Шейн. Поэтому что такое Шейн, я не знаю. Но это ключ концепции личности в Китае. У меня есть такое слабенькое, пунктирное подозрение, что это как раз астрологическая программа, привязанная к конкретной форме конкретного тела. Поэтому это не дух в нашем европейском смысле слова. Это то, что действительно определяет индивидуальность человека. Почему они все такие разные? Вот эти портретируемые. Нормативы китайской эстетики запрещают изображать человека в каком-то таком крайнем состоянии. Он должен быть не слишком взволнованным, но и не бесчувственным. Вот такую равновешенность. Минский, кстати, портрет. И вот этот хороший тоже Чэнь Хон Шоу портрет. И что вот интересно, значит, Шейн раскрывается в общении со зрителем портретируемое. Поэтому китайский портрет всегда обращен к зрителю, в отличие от японского портрета, который со зрителем в контакт не вступает ни малейшим образом. А портретируемый в Китае всегда смотрит на зрителя. Почему? Потому что Шейн существует только в настоящем. А настоящий – это контакт общения со зрителем. Нет идеи вечности. Вечно только метаморфоза. Поэтому Шейн существует только в настоящем моменте времени. Значит, Шейн портретируемый, неважно, когда он жил, это не имеет никакого значения. Вы, вступая с ним в контакт, выводите его из прошлого, в настоящее время. В Китае вот это все то, что древнее. Не сегодня вы уходите в прошлое. Это очень большая ошибка навязанной нам традицией нашего романтизма. Сейчас все плохо, уйду-ка я куда-нибудь в золотой какой-нибудь век. Там неважно, куда я, в античности эпохи или в средние века. Сбегу, в общем, я короче говорю. В Китае сбежать, в энергетической парадигме сбежать из настоящего времени, это значит перестать быть, перестать существовать. В энергетической парадигме вы, наоборот, все сюда, к себе, здесь, сейчас, вы притаскиваете из какого угодно прошлого. Из какого угодно прошлого. И портрет дает вам для этого форму, через которую вы можете вот это Шейн, этого портретируемого, привести к себе свое сознание, активировать, используя современные темы, активировать свое сознание. Они говорят о конденсате, а мы скажем активировать. Мы активируем в своем этом сознании. И поэтому человек есть единица, он индивидуальная единица, но он же есть единая. Китайский человек никогда не одинок. Вот это очень важно всегда понимать. В Китае человек не может быть одинок. Он единица, которая есть единая. И то, что мы там, мало ли, что он там в горах, один гуляет. Но он точно не один. Он не может быть один. В китайском искусстве и в китайской культуре человек не может быть один. Он всегда с космосом, с горами, со звездами, со своими историческими предшественниками, с тем, кто писал в стиле этих пейзажей, там до-до-до-до-до-до. Там целая плеяда идет корифеев, с которыми он соединяется, даже если он гуляет один в горах. Никогда человек, даже сидя в одиночной камере в эпоху Малдзедуна, он никогда не будет один. И что я могу сказать напоследок, еще последним, что европейцу не хватает в китайском портрете. Почему как-то вот все-таки мы так этот портрет, ну немножечко он нас держит на расстоянии китайский, или мы держимся на расстоянии, тут неважно. Нет привычных для европейца антропомерных границ личности. Личность получается очень широкая. Широкая концепция в Китае. Она единица, которая есть единая. Поэтому это очень широкая получается категория. И мы к такой широкой... Мы привыкли свою единичность выводить в трансцендентный перфендикуляр вечности, к Боже, к Духу. Мы к Духу выводим. Даже если это светский портрет, а мы все равно в человеке ищем Дух. Вот именно наш западный Дух. Тот, который над водами летает и так далее. А у китайца он всюду. Нет места, где его нет. Это Чи. Это энергетическая парадигма. Поэтому в этой программе единого тела космического параметры антропомерности они становятся очень широкими. Очень широкими. И нам не комфортно с этими товарищами. Лично мне, я не знаю, как лапа, но мне с ними не комфортно. Потому что мне как-то хочется, чтобы они поменьше были. Чтобы их масштаб был больше мне комфортен. Больше мне комфортен. Ну, давайте на этом кончим. Все, я и так, извините, вышла из берегов по полной. Вопросы, если кто? Или уже нам надо отсюда выметаться? Нам сейчас начальник скажет. Да, ладно. Так, вопросы или как? Что нам разрешат? Или надо уходить? Все можно? Ну, гуляем. Так, пожалуйста, вопросы. Прибалдели, бедные. Да, пожалуйста, вставайте. Да, я жду. Только громко, а то тут акустика плохая. Вопрос, мы пока не совсем сформировали, потому что у нас была еще предыдущая лекция, и на ней автор говорила о паркете Ценбума, на выставке. Там много гипотез, то ли это два Ценбума, которые один, и на ритмаре, не могли бы выходить на паркет, потому что было много информации, и что там, не упорчивается. Я не знаю, какую информацию вам там давали, это же, да, не кто там вам читал про этот портрет, но это как раз обычный, обычный придворный портрет, такой под кальчику сделанный. Вот. Их действительно делали на просвет окна, и они не под кальку, а копировали просто. Действительно, на просвет окна. Силуэтиком чик-чик-чик обводили, копия на просвет окна делалась, или просто копировалось так, рядом лежало, копийный портрет. Что там такого у него загадочного, я не понимаю, честно говоря. Ну, так это же в Интальяшка писал, ну, что вы хотите. Ну, это же Джузеппе Кассельюэна, при чем тут это? Это не ко мне, это к специалистам по западной живописи. Это он, бедняга, мучился, попав в Китай и пыталась как-то приспособиться к маньчжурскому заказчикам. Ему это надо было, как истовому христианину, любой ценой добиться. Он шел на все. Где? А? А, пожалуйста, как вообще китайские художники, они изображали культурок физический. А это же как-то очень нарушение определенной гармонии. Причем речь идет не о природном, то есть, показывает, не очень красивый лиц, а вот именно, допустим, отсутствие глаза, отсутствие каких-то садов. Конечности прочные. Значит, уродливыми изображались только всякие демоны. Вот вам там показала вот такого, похожего на катахару, на майкун. Демон. Понимаете, да, он очень даже симпатичный, вообще-то. Такие нарчитые уродства, это для всяких вот таких грязных существ демонических. А в отношении человека вот там всякие уродства запрещало программу пестования жизни. В прошлый раз они говорили. Вы знаете, таких случаев я не знаю, но я не думаю, что, значит, изобразили бы в профиль. Они бы ушли вот от этого увечья, военного увечья, потому что это бы транслировало на зрителя негативную энергетику. Программа пестования жизни, там же арт-терапия всего была, она запрещала вообще батальный жанр как таковой. Чтобы нельзя было... Это батальный жанр существует только в японской живописи. В Китае его просто нет. Ну, традиционной китайской живописи. Это нельзя транслировать энергетику, там, отрубленные головы, там, кишки на выворот. Это японцы будут рисовать. С большим удовольствием, кстати. Да. А? Почему они так это любили? Потому что у них не было программ пестования жизни. У них была диаметрально противоположная программа. Ой, ну прям хотите, чтобы меня сейчас японисты убьют, если я скажу это вслух. Не на запись тогда, не на камеру. Вот мой опыт показывает, что считывают жутчайше точно. Просто некомфортно с ними быть. Ну, это интеллектуалы считывают? Ну, да нет, даже средний. Ну, конечно, интеллектуалы – это вообще катастрофа. Но даже как бы такой среднерядовой, да, ну, какой-то такой среднего, ну, если он умный, да, там же тоже не все такие умные-то. Ну, у кого острый ум, они считывают мгновенно. Я вообще не могу в них еще не...